На въезде в Туркестанскую область появились блокпосты. Полицейские и сотрудники санитарно-эпидемиологической службы останавливают каждый автомобиль и измеряют температуру пассажиров. Такие меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На одном из постов находится наш корреспондент Рауль Гавитов. Сейчас он на прямой связи с нами. Рауль, ждем от вас подробностей. Да, Марат, мы находимся в 25 километрах от Туркестана. Прямо за мной расположен блокпост. Его здесь установили не случайно. Дело в том, что это единственная дорога, связывающая регион с Казалардинской областью. Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей. У медиков и полицейских важная задача – останавливать каждую машину и проверять людей на наличие симптомов коронавируса. Давайте посмотрим, как это происходит. Здравствуйте. Расскажите, что за прибор у вас в руках и для чего он нужен? Этот прибор называется пирометр. Он измеряет температуру тела человека. Мы с помощью этого устанавливаем температуру, спрашиваем анамнез, эпиданамнез. Последние 14 дней, в какой стране был он, есть ли температура, головная боль, хашель. Если все нормально, все абсолютно уходит. Если есть подозрения, мы дальше проверяем здесь. И фиксируем дальше лечение. Врачи работают. Может, меня проверим? Измерим мою температуру? Температуру посмотрим. У вас температура 36,7. Нормально. Последние 14 дней нигде не за ружей не ходили. У меня вполне нормальная температура. Ну а тех, у кого она выше 37 градусов, дальше не пускают. Отправляют в больницу для дополнительного обследования. Всего в регионе развернуто два поста. Один из них, другой пост, действует на границе с Жамбылской областью. Специалисты работают посменно, круглые сутки. Давайте пройдемся по блокпосту. Вот здесь полицейские регистрируют каждого водителя, каждого пассажира. Прямо сейчас рядом со мной находится врач общей практики Ербол Барзабов. Ербол, пост работает уже вторые сутки. Расскажите, были ли выявлены... Рауль, прошу прощения, к сожалению, время нашего эфира ограничено. Мы вернемся к вам позже. Я напомню, на прямой связи был наш корреспондент Туркестанской области Рауль Габитов. Рауль Габитов